Всем привет! Сегодня с вами моя любимая mukbang терапия с мозговыми косточками. Наши постоянные подписчики знают, что я очень люблю эту всю коллагеновую движуху. Мама сделала фаршированные перчики и салатик с просто ну такой там томатный тоже морс интересный немецкий. Ну что ж, так скажем, первый прием пищи за много часов. Сегодня съела еще такой как сэндвич еще на вокзале. Кто знает мои приключения сегодняшние и вчерашние. Это трэш, конечно, вокзальный. Ну, в общем, поехали, ребята. Поговорим по ходу действия. Видите, какой дымящийся костный мозг. В тостере зажаренный хлебушек. Эти косточки я покупала далеко, так сказать, несколько часов езды отсюда. В городе рядом с Халли Салли. Мецкий такой город. Потому что здесь косточек уже днем с огнем не сыщешь в Баварии почему-то. Может, я плохо ищу пока что, не знаю. Но, честно сказать, с этими косточками мы сегодня проделали, ну, очень-очень сложный и интересный маршрут. Они уже даже переночевали в гостинице. В холодильнике есть под пиво. Запиваем мы сегодня маракуйевый, манго-маракуйевый сок. Давайте перчик мамин попробуем. Вот такое сочетание интересное. Салфетки. Запасались такие салфетки интересным ароматом таким. О, какой вкусный холодненький сок. У нас, ребят, жара не прекращается. Да, с одной стороны, хорошо. Напомню, что это очень полезная вещь. Раньше оно стоило копейки, а сейчас уже как-то эту фишку просекли, что это очень вкусный и полезный продукт. И оно перешло в разряд деликатесов. Понимаете, насколько все происходит интересно. Так, а давайте пробуем вот с этим перчик. Так намажем. Вот я вам покажу. Так намажем и вмажем. Так что я, не знаю, поезда сегодня как взбесились. Точнее, вчера. Я уже уставшая ехала какая-то, не знаю, полупростуженная. Постоянно чихала. Не пойму чего. И тут доезжаем мы до полпути. Уже где-то три часа проехали. Я думаю, проедут все в пять. На проксиматле примерно. Вот. Доезжаем. И нам говорят, что поезд дальше не следует. Вот. Его возвращают обратно. Вот. Потому что впереди какая-то авария. Очень вкусно. Вот. Ну, мы все вышли. Я не понимаю, в принципе, половину, что говорят. Куда, кто едет. Кто-то на такси решил поехать за кучу денег. Нам проводник рассказывает, как нам добираться. Другими окольными путями. А у меня вот эти костышки с собой. Я взяла себе три килограмма костей. Вот такое. Много. Набрала все, что есть. Говорю, давайте. Вот. И еду с этими костями. Переживаю, чтобы они не пропали. Они мужественно задержали, потому что я их предварительно заморозила хорошенько. Они спаслись таким образом. Вот. И поехали. Мы там еще русскоговорящие были с нами. Поехали на другую станцию, куда нам сказали. Смотрим, поезд едет. Там написано. Мой город Вюртбург. Сели, поехали. Оказалось, что этот поезд тоже развернули. Мы приехали в то же место, откуда уехали. По второму кругу. Усталость жуткая. Садимся в еще один поезд. Ну, я знаю, что через это место, ну, точно, точно вот проедут. Сто процентов. А я уже засыпаю. Уже какая-то полупаника, полу что. Я не знаю. Засыпаю. Тут мы подъезжаем к этому городу. У меня состыковка на мой город. Это пять минут. И что вы думаете? Этот поезд останавливается и пять минут просто стоит возле вокзала, никого не выпуская. И как только я опоздала на свой поезд, это уже был девятый час езды, он открывает двери и все выходит. Какая-то, опять же, техническая неполадка. Не скажу, что перед этим мы ехали еще и задымилось что-то. Очень завонялось. Мне, как проводник, сказал, что это мы проезжали место аварии. А задымилось оно, когда мы проезжали по длинному-длинному туннелю. Черному. Я уже думаю, может, это, как говорится, our way to hell. Ну, реально. В общем, как-то доехала я. Вышла я в этом городе Эрфурт. Прекрасный, красивый город. На вокзале. Понимаю, что уже ночь. Поезд уже не успею никуда. До моего дома еще километров 300. Может, 200, 50. Ну, я принимаю решение снимать гостиницу. Ну, что делать? Кое-как добралась до этой гостиницы. В полуобморочном состоянии уже. Еще жара неимоверная, знаете? Оно-ка разломается. Вот. Помидорки. Так что кончилось все хорошо. Хотя могло быть и хуже. Особенно на вокзале ночью. Там персонажей разных много. Я сначала заказала себе номер подешевле. За 50, по-моему, там, евро или сколько. И меня отклонили. Уже номера были все заняты там. Но деньги зачарджили. То бишь, карточки они уже снялись. Только они сделали возврат. И он до сих пор идет. Вот. Потом сделала уже за 84. Ну, знаете, оно того стоило. После этого всего трэша. Чистая белая большая кровать. Телевизор с ютубом. Ну вот. Душик приятный. Ремонтик такой там современный, чистенький. Я думаю, ну, хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. Утром проснулась. Забрала косточки. Главное. Забрала косточки и поехала обратно на путешествие. На свой второй путь. Вторую половину пути. Вот я только сегодня приехала. Еще немножко в таком состоянии. Так скажем. Но я там выспалась. В гостинице я выспалась. Наконец-то. Потому что это лето. Я, в принципе, не высыпаюсь. У меня постоянные разъезды. Постоянно какая-то у меня. Опс. Задавайте вопросы. Я, вы знаете, на любые вопросы отвечу, если они разумные. Интересные. Если это вопрос там какой-нибудь очень пошлый или что, я просто игнорирую. Очень хорошо. Нежнейший. Надо у мамы рецепт спросить. Знаете, так яши так легко на желудке. Не набиваешься. Просто не набиваешься. Как будто в грузе кому-то набиваешься. Знаете, тянуться неудобно. А я хочу немножко налечь на него. Так. Вместе с вами. Кто со мной кушает, желаю приятнейшего аппетита. Я тебя вижу. Я с тобой. Вот. Предлагаю угоститься вот таким вот. Меня вот часто спрашивают где я беру косточки. Я их именно добываю. Их сейчас редко где можно найти. Почему-то здесь. Не хочу сейчас сильно стучать. О! С вот таким вот методом тыка. Вот он метод тыка. Я не знаю, как его кушать можно без хлеба. Я пару раз натыкалась на видео, где на шорце. Где ребята их поедают просто вот. Ничего в косточке. Мне кажется, это не очень вкусно. Так, чисто. Жирочек. У меня тут столько приборов оказалось. А, это из салата. Вилочка. Сейчас мы справимся вот с этим перчиком. Вот такая история. Зато ощущаю, что за эту поездку я сбросила килограмма четыре. Ну, верно. Прям сильно. Топчет. Молча справились. Так, ну что. У меня еще есть косточка. Я почти наелась. Вот так. Так, эти отложим. Они уже пустые. Не хочется сейчас скидывать туда. Греметь, шуметь. Вот так отложу. Вот. Тут вы видите пустые. Тоже полупустая. Она полная. Но я тебе не знаю смогу ли. ваше здоровье. Чай, кофе потанцуем. перец кости посмеемся. Зашутила, да? Да, жалко, что сок закончился. Ничего. Короночка в конце. Ну что, ребята, я наелась. Это был мой ужин такой. Что я могу сказать? Кушайте с нами. Решайте сами. Греметь костями своими или мозговыми костями. Пока.